Всем привет, мои дорогие! Сегодня я хочу вам показать бьюти-коробочку. Вы знаете, сначала я ее вам покажу. К сожалению, ее уже нельзя заказать. Я не знаю, правда, на какие страны ее можно заказать, но конкретно в Финляндию ее можно заказать. Я так понимаю, походу и по Европе тоже. Я оставлю ссылочку на официальный сайт этой коробочки, а вы там уже сами смотрите, нужно, не нужно и так далее. Давайте я вам вблизи ее покажу. Эта коробочка была за февраль месяц. На мой взгляд, она была очень интересная. И хочу сказать, что это была первая моя коробочка. Давайте вы ее посмотрите, а потом я расскажу немножко свои мысли на этот счет. Так, смотрите, я вам покажу вообще, в каком виде пришла мне эта коробочка. То есть это вот была вот такая вот коробочка. Снаружи черный, глуси бокс, там мои данные все написаны. То есть здесь сразу уже видно, что за коробочка, что за сервис, что пришло, что я получила. Но когда открываешь черную, мрачную, кажется, коробочку, смотрите, что внутри. Тема бьюти-бокса – это были 90-е годы, кассеты, музыка из 90-х, танцевальная музыка. И смотрите, как это все красиво оформлено. Сейчас я вам покажу, почему именно такое оформление. Вот так вот называется бокс, который я заказывала. Я не знаю, в каких странах он есть, нет. Я первый раз его заказала. Я просто увидела, что финки заказывают на каком-то сайте отзывики. И взяла тоже купила. По-моему, у меня обошелся 18 или 19 евро. И обещали наполнение на 67. Мне кажется, они не обманули. Мне кажется, действительно, такое наполнение в плане цены и было. Вот, открываю. Слушайте, давайте-ка как-нибудь красиво поставлю вот так вот на фоне. Ну уж очень хочется мне этой кассеткой полюбоваться. Пишите, кто помнит кассеты, кто слышал, у кого были магнитофоны. Здесь внутри, понятное дело, было красиво завязано ленточкой. Брошюрка вот такая. Здесь нет никакого. А, нет, есть описание. Да, описание есть. Но без картинок, без всего. Я, кстати, даже не обратила внимания, что описание есть. И вот, смотрите, даже на бумаге кассета нарисована. Наушники, кассеты. Ну, короче, оформление просто великолепное. Я в диком восторге. Если смотреть вовнутрь, я думаю, вам уже все видно, абсолютно все видно. Во-первых, я была очень рада получить гель. Это Молтен Браун. Это дорогая марка. Он идет оранж и бергамон. Действительно пахнет какой-то травишкой. Дача римненого почему-то напоминает дачу. Бергамотом. Скорее всего, бергамот это и есть, но в смеси с чем-то. Не скажу, что это в смеси с чем-то цитрусовым. Вот мне все-таки больше какой-то травишечкой пахнет. Но будет интересно попробовать вообще, да, какой по качеству этот гель. Потому что сейчас очень много вокруг него идет разговоров, что это очень дорогая марка, что якобы королевская семья этой маркой пользуется. Но посмотрим, попробую. Я, конечно, в пустых баночках вам расскажу. Долго его держать у себя не буду. В ближайшее время, скорее всего, и попробую. Дальше еще очень нашумевшая марка. Соло де Жанейро. Нашумевший продукт. Это вот такой вот бразильский бум-бум крем. Это крем для тела. Он тоже, понятное дело, у меня в миниатюрке. 25 миллилитров. Все о нем говорят. Все о нем шумят. Давайте-ка посмотрим, что... А, он зафольгирован. Ой, слушайте, слышу аромат кокосика. Чего так вот он зафольгирован. Чего-то такого сладенького приятного. Ну, ладно, пока зафольгирован не буду открывать. Но тоже постараюсь как-нибудь в ближайшее время. Либо на руки, кстати, его буду использовать. И вообще я очень рада, что вот эта миниатюрка у меня попалась. Потому что нашумевший продукт, как я уже сказала, я любитель косметики. Я любитель чего-то новенького. И я как бы без большой любви относилась ко всем этим блютибоксам. Но все-таки что-то в них есть. Либо мне так удачно все совпало. И все понравилось. Я не знаю, дорогие мои. Дальше покажу. Вот такая вот кисть была. Так. Смотрите, какой марки. Очень красивый нежный цвет розовой ручки. Сам вот ворс такой высокий. Он не скажет, что плотно набит. Ну, вот так вот, я думаю, вам видно. Но он очень мягкий. Опять же, я не знаю, это натуральный ворс или искусственный. Но, как правило, мне это без разницы. Главное, чтобы кисть хорошо работала. Вот такая вот красивая кисть здесь была. Также карандаш от Carl Legerfield. Это лип лайнер в оттеночке Rosewood. Такой вот оттеночек. Полтора грамма. Для тех, кто не знает, это люксовая марка, это дорогая марка, не дешевая. И получить полный размер в коробочке красоты, мне кажется, это вообще классно. Смотрите, какой оттенок. Мне кажется, он должен подойти. Должен быть мой прямо на все 100%. Полтора грамма. Я уже его, конечно, свочила. Как вы думаете? Ну, конечно, просвочила уже. Смотрите, какой красивый. Буду пробовать. Посмотрю, как он будет с моим пигментом губ. Но, когда вот наносишь, он очень мягкий. Он очень-очень мягкий, приятный. Мне кажется, будет вообще шикарный. Дальше тоже, что давно я хотела попробовать. Эту марку. У меня как-то была помада. Мне ее дарили. Но там была помада не сильно носительная. Ну, не для меня. Да, цвет. И я поэтому ее так и не попробовала. Просто отдала кому-то. Здесь же транспарантная пудра. Начала говорить, что хотела попробовать марку вот эту. Сиаталонта. Транспарантная пудра. 7 грамм. У меня есть пудра Морикей. Там 8 грамм. Так я уже несколько лет ее использую. И все никак не могу закончить. То есть вот такие вот все-таки рассыпчатые косметические средства. Да? Они просто бесконечные. Вот просто бесконечные. Поэтому я думаю, после того, как у меня пудра Морикей закончится рассыпчатой, я приступлю к этой пудре. И мне ее точно так же хватит на много, на много лет. Вот честно. Как правило, рассыпчатые продукты, они очень нежные. Очень хорошо и нежно ложатся на лицо. Так вот, смотрите, это все выглядит полный размер. Я посмотрела, 15 грамм. Но я рада, что мне не положили полный размер. Потому что, как я уже сказала, даже Морикейскую пудру 8 грамм. Я еще никак не могу закончить. И здесь, смотрите, такой красивый бантик нарисован. Класс. Ну, я ее еще не пробовала. Но просто это обычная белая транспарантная пудра. Я думаю, кто не знает транспарантную пудру. Но то, из-за чего, если честно, заказывалась коробочка красоты. И как вы уже понимаете, я думаю, по мотивам, чего оформлен был сам этот бокс. И что, видимо, вдохновило создателя этого бокса, так это вот такие румяна. Если кто-то знает эту марку, София Мобель, наверное, или как правильно произносится. Она здесь 3,5 грамма. Насколько я поняла, это американская марка. Оттенок ретро. И давайте же откроем с вами эту красоту. Ну, это же нереальная красота. Вот. Ничего красивее я еще не встречала в плане вот оформления. Мне так захотелось, когда я увидела. И также еще были фотографии. Тут, кстати, к сожалению, не я дергала. Были фотографии оттенка вот этих румян. Я поняла, что у меня ничего подобного нет. Я вот поняла, что настолько эта красота. Если вот, опять же, правильно, да, мне мой телефон передавал. Цветопередача, да, была правильная, когда я смотрела. Вы знаете, я получила, когда открыла эти румяна. Я поняла, что все было правильно. Все я правильно увидела, поняла. И вот, я просто пытаюсь шевелить, чтобы вы под разными углами это все посмотрели. Как это красиво. Я пока сюда не влезла, как вы понимаете. У меня просто рука не поднимается, дорогие мои, вы понимаете. Но в любом случае буду пробовать, буду брать в косметичку. Может быть, в косметичке мы с вами и просвочим, и посмотрим, и расскажу о своих впечатлениях. Так что вот такая вот у меня появилась теперь мини-кассетка, которая мне напоминает действительно о 90-х годах, о кассетах, о магнитофонах. Ну, это очень интересно. Мне кажется, они классно придумали. Такая вот классная у них идейка была вот в плане этой коробочки. Все, я сейчас буду выключать видео. И после этого хочу, ну, не просто как бы, да, я закончу этот ролик. Я хочу еще немножко вам рассказать, как вообще я отношусь или относилась к этим коробочкам, свои мысли на этот счет. И я очень хочу услышать мысли на этот счет от вас, мои дорогие. Это очень важно. Это такой мини-опрос будет от меня, если вы поучаствуете в этом мини-опроте, скажете о своих мыслях, что вы думаете, заказываете или не заказываете подобные коробочки. Мне это очень важно и интересно, потому что в последнее время я рассуждаю на эту тему. Нужно мне это, не нужно продлевать коробочки эти или на одной остановиться. В общем, вы поняли. Напишите обязательно, что хочу сказать. Буквально несколько слов. Это моя первая коробочка. Я очень долго, видимо, к этому шла. И вообще, когда я видела, что девчонки заказывают, покупают их, у меня странное всегда было к этому отношение. Потому что я считаю, мы как покупатели в магазины, интернет-магазины, обычные магазины, они нам должны давать миниатюры, пробники и все вот в этом духе, да. А здесь, получается, коробочный сервис зарабатывает над тем, что магазины нам этого не дают, если дают малое, редко. И чтобы нам что-то попробовать, дорогое, бюджетное, неважно, нам приходится покупать эти коробочки. То есть мне вот это вот все абсолютно не нравилось. Вот абсолютно не нравилось. И я до сих пор считаю, это несправедливо, так быть не должно. Напишите в комментариях свое мнение. Но вот именно эта коробочка, конечно, меня очень сильно там заинтересовала антицеток румян. Мне показалось, это просто шикарно. И внешнее оформление, и внутреннее. Я подумала, ах, была не была. Об остальном, по-моему, составе я не знала. И когда я получила, развернула, открыла, я, конечно, я была просто в шоке. Потому что здесь Карл Легерфильд, который стоит 27, по-моему, евро карандаш, да, для губ. И потом пудра Сеата Лондон дорого тоже стоит. Румяшки недешево. Ну, в общем-то, в общем и целом, действительно, наполнение обещали на 67 евро. Я заплатила 18. Мне кажется, наверное, так оно и есть. Я не пересчитывала. Но, кстати, может быть, стоит. Вы, кстати, напишите, надо, не надо пересчитывать. Потому что, забегая вперед, я чуть-чуть пересмотрела свое отношение к таким коробочкам. Во-первых, оно меня очень сильно порадовало. Во-вторых, наполнение действительно порадовало наполнение. Там малышка немножко нервничает. Ну, Миша с ней посмотрим. Ладно, быстренько попробую дозаписывать. Наполнение порадовало. Оно было разнообразное, как декоративка, так и уход. И, в общем-то, я подумала, что да, да, надо мне покупать еще. Кстати, небольшая такая заметочка для тех, кто один раз уже заказал коробочку и решил, что нет, не буду больше заказывать. Я не знаю, как в остальных сервисах, конкретно у этого сервиса, конкретно у этого сервиса Glossy Box. Знаете, такая интересная и хитрая система. То есть, я купила подписку и вообще одну коробочку на месяц февраль 2021 года. Я решила, что да, мне все понравилось. Получила я положительные эмоции. Надо бы еще на март заказать. Вдруг тоже понравится. Описание на март я не нашла, но я подумала, была не была, рискну. Всегда интересно там что-то новенькое, да, и открывать коробочку, как бы подарочки для самой себя. Захожу на сайт, захожу, начинаю все это изучать и смотреть, а оказывается, у них автоматически продляется подписка. И 1 марта с моей карты сняли деньги на эту коробочку. Я в месяце март постараюсь вам коробочку, да, за март месяц постараюсь показать сразу, как получу, чтобы кому, если это нужно, да, для кого это актуально, чтобы вы тоже заказали. Но имейте в виду, что если вы хотите одноразовую коробочку на один какой-то месяц и все на этом, то нужно обязательно, нужно обязательно все прекращать, скажем так, с ними сотрудничество. Как это сделать, я не знаю, потому что я пока еще не решила прекращать. Я хочу все-таки посмотреть, какие эмоции принесет мне этот коробочный сервис в первый раз в моей жизни, да, коробочки красоты. Ну и вообще порассуждать немножко, посмотреть, выгодно, невыгодно. Вы напишите, пожалуйста, свои мысли на этот счет. Вот я прямо сейчас думаю на эту тему, что, как и, в общем-то, до конца не поняла все-таки, как я отношусь. Может быть, просто такая удачная была коробочка первая моя, а дальше скажу, заказываю еще пару месяцев, скажу, нет, что это за ерунда. В общем, напишите, какие у вас опыты были, да, с коробочками красоты, какие сервисы вы советуете. Особенно те, кто живет в Европе, если вы какие-то сервисы коробочные заказываете, потому что, ну, это для меня актуально, так как живу я в Финляндии. Все, дорогие мои, я ролик заканчиваю. Надеюсь, была для вас интересна и полезна. До новых встреч, пока-пока!